Ну да, да. Это заведение общепита на входе предупреждения. Без QR-кода внутри не обслужат. Минуту назад сотрудник нас заверил, что спокойно посидеть мы можем и без цифрового сертификата. Посмотрим, не изменилось ли мнение. В этот раз зайдем с камерой. Молодой человек, скажите, пожалуйста, почему вы нам сказали, что мы спокойно здесь можем сидеть без QR-кода? Нет, вы перепукали. Для сотрудников этого семейного кафе отсутствие QR-кода тоже не повод отказать в обслуживании. Мы сможем внутри именно посидеть. Вот у нас три человека с QR-кодами, а один без QR-кода. Да, конечно. За обслуживание посетителей без QR-кодов заведение могут оштрафовать или закрыть на три месяца. Кто-то ищет лазейки. В этом кафе есть и столики, и еда, но сотрудники уверяют, что у них магазин. А у вас QR-код здесь спросили? Нет. А у вас кто-то спросил QR-код? А у вас есть QR-код? Нет. Скажите, пожалуйста, почему вы людей без QR-кода запускаете? Потому что мы магазин, мы не общепит. А что будете делать, если кто-то заболеет? Ну, я думаю, если кто-то из гостей заболеет, братья нас закроют. Ну, а здесь и вовсе консультационный центр. Гадают на кофейной гуще и таро. С обширным меню и пирожными на витрине. Почему вы без QR-кодов работаете? У нас консультационные услуги. Это не лазейки. Я, честно говоря, не общепит. У нас консультационные услуги. Просим проконсультировать и нас. Нагадайте, пожалуйста, когда пандемия коронавируса закончится? Да, я же откуда знаю. Закончится она не скоро, если такие недобросовестные бизнесмены продолжат подвергать жизнь и здоровье своих клиентов опасности. Здесь фактически ни одной веранды нет. Вот эта веранда – это просто окно. А эта веранда – это люди, которые сидят на улице с такими маленькими столиками. То есть фактически заведение отдает городское пространство для тусовки своих гостей. А на печально известных патриарших, чтобы обойти введенные запреты, просто увеличили число веранд. После этого ходить по тротуарам стало невозможно. Веранды стали вообще появляться, как я не знаю, как грибы после дождя. Где можно и нельзя. Об все эти веранды начинаешь просто спотыкаться и не знаешь, как их просто обходить. Приходится выходить на проезжую часть под риском того, что тебя там какой-нибудь, не то что даже машина, какой-нибудь самокат собьет. Для организации летней веранды, кафе или рестораны нужно разрешение. Но у этих заведений необходимых документов, скорее всего, нет. Какие разрешения вы получили? Скажите, пожалуйста, а это у вас что? Лавочки. А с кем согласована эта терраса? Ищи комментарии по этому поводу не даем. А люди, когда мимо вас проходят, они где идут? Они идут уже по проезжей части, нарушая ПДД. А почему они идут по проезжей части? Вероятно, мы им мешаем. В городском транспорте продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. В прошедшие выходные такие же проверки начались и на речном транспорте, который возит туристов по Москварике. На теплоходе «Москва-89» средств индивидуальной защиты не оказалось ни на посетителях, ни на сотрудниках. Организаторы перевозки не обеспечили пассажиров средствами индивидуальной защиты. Также не соблюдались требования по социальному дистанцированию. Также не были обозначены места для посадки пассажиров. За несоблюдение антиковидных мер организатору прогулки грозит административная ответственность. Продолжение следует...